В Красноярске устраняют последствия ночного снегопада, на уборку улиц вывели больше 150 единиц техники. Машины прометали проезжие части, тротуары и вывозили снег, а скользкие места подсыпали песчано-соляной смесью. Сообщить о проблемах в участках можно по телефону 205. За обстановкой на дорогах специалисты следят круглосуточно. На севере края разрешили отстрел волков. Такие меры необходимы, чтобы отрегулировать численность хищников. Согласно документу требуется отстрелить и отловить больше двух тысяч особей. Делать это можно с помощью ружей, капканов и петель. Но только на территории Венкийского муниципального района. Поезд здоровья отправится в первый после новогодних праздников рейс. В январе он остановится в Лисосибирске, Пировском, Бирелюйском и Большоулуйском районах. Пациенты смогут получить консультацию у узких специалистов, сдать анализы и пройти обследование. Все это бесплатно. При себе нужно иметь паспорт, свидетельство о рождении для ребенка, поле, с обязательного медицинского страхования, выписки из амбулаторных карт, а также результаты ранее пройденных исследований. График можно посмотреть на сайте Министерства здравоохранения края. Ярмарка, мастер-классы, творческие занятия и праздничный спектакль. Несколько сотен воспитанников воскресной школы православных гимназий пришли на архиерейскую и рождественскую елку. Это мероприятие проводят в столице края вот уже несколько лет. В этом году елка стала самой массовой. На нее приехали школьники из Емельяновского, Ачинского и других районов края. По традиции приглашенные поздравляют друг друга с православным праздником и обмениваются самодельными подарками.